Восточный танец, красота и грация, женственность и сила, магия и тайна. Все то, что скрыто в этом словосочетании, рассказывают, а точнее показывают участницы коллектива «Гельчитай» на протяжении 15 лет. Свои юбилеи не отметили на сцене. Мы постарались выбрать часть новых номеров, которые народ не видел. Наша публика, у нас есть люди, которые ходят на наши концерты, это очень радует. Но есть номера, которые повторяются, они просто любимые зрители, мы это знаем. И поэтому часть гораздо больше любимых зрителей, скажем так, чем мы можем себе позволить показать на одном концерте. Но тем не менее, вот они все есть. И я думаю, что мы просто бы хотели показать широту палитры, многогранность наших возможностей. Юбилей – значимая дата для любого коллектива. С 15-летием «Гельчитай» пришел поздравить глава Пущина. Я бы хотел пожелать этому творческому коллективу «Гельчитай» дальнейшего развития, творческого развития. Ну, всем присутствующим, безусловно, крепкого здоровья желаю и дальнейших успехов в развитии этого прекрасного направления. 36 номеров в концерте – 36 граней коллектива «Гельчитай». Это нежность и страсть, робость и веселье, легкость и чувственность. Все грани восточного танца и самого коллектива показали 24 танцовщицы. Каждая из них – отдельная краска в палитре «Гельчитай», с помощью которой создается общее полотно концертов. Я могу просто поделиться мнением человека, который зритель, просто наш зритель, который делился впечатлениями. Он говорил о том, что ему гораздо приятнее видеть людей разной конфигурации, разной комплекции, разного возраста в одном коллективе, который объединен одним танцем. Это, с его точки зрения, гораздо интереснее, чем штампованные, как оловянные солдатики, одинаковые люди профессионального, высокопрофессионального коллектива. У многих хобби после работы превратилось в незаменимую часть жизни. В коллективе много танцовщиц, которые занимаются около 10 лет. Однако есть у «Гельчатая» человек, который прошел весь путь – от момента создания до 15-летнего юбилея. Занимаюсь я в коллективе 15 лет. Ну, очень понравилось, так как это было новое в нашем городе, и решила позаниматься. Вы знаете, у нас очень отличный коллектив, у нас очень прекрасный преподаватель. Поэтому у нас все хорошо, и, конечно, в хорошем коллективе хочется остаться. У меня ощущение, что все 15 лет мы жили друг обок. Вот у нас на самом деле очень душевная атмосфера в коллективе. Это достоинство, которое, может быть, нечасто встречается. Мне кажется, что это очень ценно. Девочки очень хорошо друг к другу относятся, это просто заметно. Мы очень часто отмечаем вместе и праздники, и победы особенно друг друга приветствуются очень, скажем так, бурно. А в коллективе почти всегда есть, что приветствовать. Гюльчатай – обладатель 48 кубков разных соревнований, которые проводит общероссийская танцевальная организация. А танцовщицы коллектива имеют в своем запасе неисчислимое количество наград разного достоинства. Среди них есть даже признание на мировом уровне. Хочу сказать, что легко, когда кто-то из членов нашего коллектива подходит с идеей просто, или вообще со собственной постановкой авторской. И у нас такие есть в этом коллективе. Это наша Диана Орионова, которая с собственным авторским танцем. Она его поставила, у нее есть сюжет полный. Она музыку нашла, нарезала ее на нужный, так сказать, фрагмент. Это тоже все непросто. Она выиграла чемпионат мира. Любой конкурс – это не только совершенствование мастерства танцовщицы, но и повышение уровня коллектива. Рост профессионализма замечают зрители. Я стараюсь ходить на их отчетные концерты, там чаще не получается. Но мне нравится то, как они развиваются. То есть я просто помню более ранние концерты, какие это были номера и какие сейчас. И получается, что видно, что растет мастерство и разнообразие. В концертах коллектива можно увидеть и классические номера, и фольклорные, и даже те, где техника восточного танца соединяется с необычным сюжетом – шоу. Например, на выступлении 12 мая участницы коллектива рассказали о встрече на болоте, о течении времени, о сражении на пиратском корабле. Постановками номеров занимаются в основном людьми Усатина, но в программу также входят работы других профессионалов или самих танцовщиц коллектива. Иногда это просто музыка, которая ведет за собой. Понравилась музыка, и как-то на нее уже ложится какой-то сюжет. Или бывает, наоборот, сюжет какой-то интересный. Вы тоже посмотрите, просто сюжет, уже к нему подбирается музыка, если особенно это касается шоу номеров. На концерте Гюльчатай зрители могут окунуться в магию Востока, посмотреть на отточенное и плавное движение, оценить мастерство танцовщиц и разнообразие номеров. А что же дает коллектив своим участницам? Во-первых, я работаю бухгалтером, и целый день сидим за компьютером. Наша спинка, наша осанка. А здесь мы, конечно, делаем в себя красивую осанку, красивую походку, красивые ручки. Мне нравится, я поплескиваю свои на сцене эмоции. Я могу передать движениями, эмоциями, что я чувствую, что я хочу передать. Мне интересно выступать на сцене, на публику, представлять свою красоту, танцевать в красивых костюмах, готовиться. 15 лет чувств, магии, творчества, профессионализма, тепла, пряности Востока. Это все о пучинском коллективе Гюльчатай. И зрители, и сами танцовщицы в юбилей пожелали новых номеров, новых побед, новых костюмов и, конечно, неостановимого создания волшебства. Ксения Франзин, Андрей Михайлен, Тимофей Акимов, ТВС Пущено.